А, к слову, Гербесту исполнилось три года, и в связи с юбилеем у них куча акций, скидок, каких-то сумасшедших конкурсов с призами, и вообще просто снижены цены до 20 апреля. Так что полистай, возможно, найдёшь для себя что-то полезное по хорошей цене. Ссылка там, где и всегда. Здрасте-здрасте, с вами Даня Крастер. Пока я был на каникулах, хера с два я отдыхал. Также пилил видосы, поэтому до перезапуска в новом качестве есть что посмотреть из третьего сезона. В процессе ремонта мотоцикла я решил полностью его перекрасить и замутить для этого дела пескоструйный аппарат. Поэтому сегодня мы его и будем делать. Берём обычный газовый баллон и переворачиваем его днищем вверх. Начинаем сверлить. Ах ты ж блядская, сверло вывылилось. В общем, надо сделать отверстие в центре дна. Хотя настоящий центр дна это тренды на ютубе, нас интересует только дно баллона. Я решил поюзать дорогущее сверло от зубра для сверления листовых материалов, но оно почему-то с треском соснуло. Не знаю, с чем это связано, стенка баллона не такая уж и толстая. Поэтому по старинке высверливаем нужный диаметр по периметру. Не забываем проливать ВДшкой. Не самый лучший вариант смазки режущего инструмента, но всяко лучше, чем на сухую. Выламываем середину и шарожим, чтобы не выглядело так жестко. На эту дырень прикладываем двухдюймовый черный сгон с резьбой, который впоследствии завариваем. Через него будем засыпать чудодейственный песок. Для этого проекта понадобится затарить несколько фитингов, сгонов, кусок трубы и неплохо было бы не забыть про сушитель на входе от компрессора. Чтобы конденсат не мочил песок, иначе не круто будет. Как бы я не хотел открутить запломбированный вентиль, у меня нихера не получилось. Поэтому я прибег к старому проверенному времени методу расхуяривания. В надежде, что латунный кран треснет и его оттуда можно будет высверлить. Если не знать, что баллон пустой, выглядит эта хуйня довольно жестко, знаю. Техника безопасности? Да пошла ты, ну вы поняли. В итоге я только погнул баллон и решил срезать болгарки. Вот краткая инструкция по врезанию в газовый баллон. Пытаться высверлить любым способом, попробовать выкрутить, забиться в угол и начать плакать. После часа адовой порки, все-таки удалось вытащить остатки крана, обнажив заветную резьбу. И насрать, что она конусная. В нее замечательно закручивается 1,2 дюйма, будь имперская система мер проклята. Все равно, что лаптями и локтями мерить в 21 веке. Прикидываем, что можно сотворить из этого, что взял в сантехнике и что завалялось в мастерской. Не резьбовые соединения без загрузений совести свариваем. Все резьбовые соединения промазываем специальной пастой и заматываем паклей. Потому что дешево и сердито, а фум-лента для мажоров. Заморачиваемся с подводом давления как сверху в баллон, так и транзитный отвод, если можно так сказать. Который будет уже цеплять смесь песка с воздухом и пулять на сопло. Я решил поставить кран на вход давления, можно этого и не делать. А вот поставить шаровый кран на выход песка снизу это обязательное условие, чтобы регулировать количество подобаемого песка и предотвращать песчаные пломбы. Ибо песок, который использовал для этого далек от идеального, а именно обычный строительный песок, даже не просеянный и не высушенный. С соплом я решил не морочиться, на первое время хватит и носика от фикс-прайсовского термопистолета. А как его подъезд до конца, можно будет воткнуть свечу от зажигания или какой-нибудь другой керамический носик конусом. Важный момент это сечение отверстия сопла. Придется подбирать так, чтобы ваш компрессор в первую очередь тянул мощность этого сопла. Мой вот для таких приколов не рассчитан. Точнее как, им можно обрабатывать небольшие детали, но с маленькой скоростью и очень большим периодом простоя. Пока он накачает нужные 8 атмосфер для этих дел. Вообще, по-хорошему, нужно заказать специальный песок, взять компрессор с большей производительностью. Примерно вот 400 литров в минуту, мне кажется, будет хватать. И рабочий пескоструй готов. А мы пока заценим, что получается с дерьмовым песком и моим компрессором. В обязательном порядке используйте средства защиты ненаглядного ебальничка и перчатки. Это мне можно, потому что это кино. Открываем входной кран, давление пошоль. Открываем подачу песка на чуток, чтобы он сыпался струйкой, а не вываливался на весь диаметр шланга. И можно пескоструить. Такой аппарат достаточно неплохо справляется с легкой ржавчиной, хоть и очень медленно. Как я уже говорил, производительность напрямую зависит от производительности компрессора. Но даже с простеньким можно обрабатывать некоторые материалы. Вообще делал я его с целью обработки деталей мотоцикла от краски. Можете использовать такую тему, но я в одном из следующих видео покажу, как справиться и без пескоструя. Также можно обработать стекло и с просеянным песком одинаковой фракции получить хорошее качество мата. Не того, который сука блять, а который стекло непрозрачным делает. Потому что у речного песка такие булыжники встречаются, которые делают достаточно большие и некрутые ямы и сколы. Хотя, может быть для художественной обработки это кому-нибудь и может пригодиться. Не годится. Теперь у нас есть пескоструй и можно его юзать. Лучший способ помочь выходу нового видео и сделать его интереснее это подписка. Спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok